Джанни Радари про человека, который хотел украсть Колизей. Как-то раз одному человеку взбрело в голову украсть знаменитый римский Колизей. Ему захотелось, чтобы Колизей принадлежал только ему. Почему, недоумевал он, я должен делить его со всеми. Пусть он будет только моим. Он взял большую сумку и отправился к Колизею. Там он подождал, пока сторож отошел в сторонку, быстро набил сумку камнями древнего здания и понес домой. На другой день он проделал то же самое. И с тех пор каждое утро, кроме воскресенья, он совершал по крайней мере два, а то и три таких рейса, всякий раз стараясь, чтобы сторожа не заметили его. В воскресенье он отдыхал и пересчитывал украденные камни, которые грудые лежали в погребе. Когда же погреб весь был забит камнями, он стал сваливать их на чердаке. А когда и чердак заполнился до отказа, то стал прятать камни под диваны, в шкафы и даже в корзину из-под грязного белья. Каждый раз, приходя к Колизею, он внимательно осматривал его со всех сторон и думал, он кажется все таким же огромным. Но некоторая разница все-таки есть. Вон там и вот тут уже немного меньше камни осталось. Он вытирал пот со лба и воцарапал из стены еще один кирпич, выковыривал из арки еще один камень и прятал их в сумку. Мимо него проходили толпы туристов с открытыми от восхищения и изумления ртами, а он похихикивал про себя. Удивляетесь? Ну-ну, посмотрю-ка я, как вы будете удивляться, когда в один прекрасный день не найдете здесь Колизея. Порой случалось ему заходить в табачную лавку. А в табачных лавках в Италии всегда продают открытки с изображением достопримечательностей. Когда он смотрел на открытки с видами старинного амфитеатра Колизея, то всегда приходил в хорошее настроение. Правда, он тут же спохватывался и притворялся, будто сморкается, чтобы не увидели, как он на самом деле смеется. Ха-ха! Открытки! Подождите, скоро только открытки останутся вам на память о Колизее. Шли месяцы, годы. Украденные камни громоздились теперь под кроватью, заполнили кухню, оставив лишь узкий проход к газовой плите. Камнями была завалена ванная, а коридор превратился в траншею. Но Колизей по-прежнему стоял на своем месте и пострадал от воровства не больше, чем от комариного укуса. Бедняга-вор сильно постарел за это время и пришел в отчаяние. Неужели, думал он, неужели я ошибся в своих расчетах? Наверное, легче было бы украсть купол собора святого Петра. Ну да ладно, надо набраться мужества и терпения, раз приняло решение, надо доводить его до конца. Каждое путешествие к Колизею давалось ему теперь нелегко. Сумка оттягивала ему руки, а они были к тому же сплошь в ссадинах. Когда однажды он почувствовал, что жить ему осталось недолго, он в последний раз пришел к Колизею и с трудом, карабкаясь по скамьям амфитеатра, забрался на самый верх. Заходящее солнце окрашивало старинные руины золотым, алым и фиолетовым цветом, но старик ничего не видел, потому что слезы застилали ему глаза. Он надеялся, что побудет здесь наверху один, но на террасу тотчас же высыпала толпа туристов. На разных языках выражали они свой восторг. И вдруг среди множества голосов старый вор различил звонкий детский голос какого-то мальчика. Мой, мой Колизей! Как фальшиво, как некрасиво звучало это слово там, среди самой красоты. Только теперь старик все понял. И даже захотел было сказать об этом мальчику. Захотел научить его говорить наш вместо мой. Но сил у него уже не хватило.